доброе утро друзья сегодня как вы видите мы на пляже выехали с парнями на мотоциклах погонять по песку сейчас раннее утро и после завтрака мы этим конечно займемся я хочу немножко поговорить о езде на заднем колесе даже несмотря на то что здесь на пляже продемонстрировать сколько-нибудь интересное упражнение на этот счет не удастся поскольку песок в принципе не позволяет нормально и комфортно поднимать переднее колесо в воздух прошлом нашем видео мы поговорили о важности этого упражнения и посмотрели веселые картинки на эту тему сегодня же хотелось разобраться глубже в деталях кто-то может спросить почему я не включил это упражнение видео для начинающих несмотря на тот факт что считаю его важным и нужным умением и ответ здесь очень прост несмотря на то что это все-таки база навык этот прирастает очень длительно и я потратил на него уже несколько лет и я бы не сказал что у меня получается все хорошо хотелось бы несколько слов сказать о настройках мотоциклов выборе места для тренировок и экипировки первую очередь вам жизненно необходимо мягкое сцепление мягкий выжим сцепления для контроля того что вы делаете если у вас новый мотоцикл husqvarna или ктм которые в принципе имеют гидравлическое сцепление этого уже достаточно на моделях до по моему 2015 года там спиральная пружины сцепления и там в принципе есть возможность дополнительно еще осуществлять регулировку жесткости корзины сцепления внутри двигателя если же у вас на кстати спиральная диафрагменные пружины нового поколения тоже регулируются и я думаю что конструктив там такой же как и на реальных мотоциклах поэтому регулировка должна осуществляться в принципе точно так же если у вас мотоцикл японского производителя там чаще чаще всего трос на современных моделях 250 кубических сантиметрах буквально на прошлых выходных я пробовал suzuki 250 2019 года сцепление фантастически легкая прямо вот завода ничего там делать не надо если объем мотора большой как вот у меня 450 кубических сантиметров там конечно многовато усилия на рычаге да еще и старый там и трос непонятно какой и вообще все непонятно какое тогда есть возможность поставить систему easy clutch system я использую систему mousse которая облегчает рычаг сцепления в итоге я на мотоцикле 450 кубических сантиметров имею сцепление которым очень просто работаю одним пальцем вообще у меня никаких с этим сложностей нет что касается давление в шинах давление в шинах я всегда контролирую всегда регулирую под конкретные задачи потому что на треке могут может быть дождь может он может пересохнуть упражнения которые я планирую тоже могут отличаться ну например если я хочу попробовать погонять потренировать снос заднего колеса езду в заносе то я перекачиваю колесо намеренно для того чтобы снос колеса был проще легче и легче доступен если же я тренирую только вилле это давление опускаю до 0 6 килограмм на большом мотоцикле нотариальном как и положено 0 4 килограмм так что все очень зависит от конкретной ситуации дня погоды и того что я планирую тренировать по прочим настройкам мотоцикла вот кто-то рекомендует в этих для тренировки вилле уменьшать провис цепи как бы мотивируя это тем что реакция вот на газ из-за вот этого люфта будет как бы короче и вам будет легче не знаю я этого никогда не делаю ну просто потому что я же на треке не только ради этого я могу тренировать вилле вилле и мне через две минуты три минуты надоело я пошел сигать трамплины я так поступают то есть ты разминаешься ты прыгаешь трамплины потом ты едешь ты тренируешься свои эти мелкие упражнения едешь дальше так что все это единым движением поэтому никаких таких регулировок которые бы испортили мне тренировочный день я не делаю ну что еще сказать педаль заднего тормоза я выставляю в принципе горизонтально ну или скажем так в ее привычное положение никаких тонкостей нюансов здесь нет потому что опять же переход от тренировки езды на заднем колесе к обычной езде как вы планируете на сегодняшний день может быть мгновенным колодками я в принципе не заморачиваюсь на заднем колесе эндуро мотоцикла и кроссового мотоцикла я в принципе всегда ставлю обычные колодки не заморачиваюсь по поводу керамики и там какого-то дикого торможения потому что на заднем тормозе меня в принципе хватает обычного компаунда всегда ставлю керамику на передние тормоза задние так не всегда по экипировке единственное что скажу для комфорта работы особенно ногой по заднему тормозу для того чтобы стопа не прокручивалась внутри бота я всегда подтягиваю застежки и люблю плотная плотную посадку стопы внутри мотобота остальное кип все на ваше усмотрение много экипа не бывает хорошо бы для технически сложных элементов иметь максимальную свободу движений это совсем не значит что вы должны снимать какой-то экип нет просто качество самой экипировки должно быть такое чтобы вы могли свободно двигаться в ней и она вас элементарно не стесняла не ограничивала ваших движений и перемещений где и как лучше начинать тренироваться на мой взгляд большинству покажется что на начальном этапе удобней использовать вторую передачу это связано с тем что все мы не понимая где точка баланса поднимаем переднее колесо изначально недостаточно высоко поэтому мотоцикл имеет тенденцию набирать скорость и мы стремясь удержать переднее колесо в воздухе просто будем добавлять газ наша скорость будет расти а на первой передаче диапазон скорости невелик и поэтому мы в общем то никуда не едем вторая же передача она более длинная и позволяет увеличивать скорость более динамично что в свою очередь обеспечивает удержание переднего колеса в воздухе мне кажется что наверное это не самый лучший способ потому что мы все-таки стремимся к минимизации нашей скорости и вполне возможно надо сразу начинать на первой передаче я делал на 2 не буду пропагандировать пробуйте здесь нету однозначного ответа второй мой совет на всем рекомендую начинать заниматься на крутом подъеме как представлен у меня здесь это необходимо по двум причинам во первых сам подъем будет вам помогать перей поднять переднее колесо в воздух энергия работы газом сцеплением будет меньше и вам будет просто легче здесь есть еще один скрытый нюанс который вам также будет помогать о котором мы поговорим несколько позже и вторая причина почему склон нам выгоден просто потому что сама геометрия склона будет вам также помогать как это будет работать из-за того что на первых парах наши с вами скорости реакции недостаточно высоки мы не можем в должной мере влиять на изменяющийся продольный баланс а склон помогает с одной стороны не опрокинуться потому что если вы добавили слишком много газа испугавшись его закрыли сам склон будет помогать вам не перевернуться и в то же время если вы используете задний тормоз то и опускание переднего колеса на поверхность если вы резко слишком резко закрыли газ тоже будет происходить не настолько быстро что я хочу сказать работая задним тормозом тренируясь на крутом склоне мы можем с одной стороны исключать переворот назад но с другой стороны как бы это не звучало странно удерживая задний тормоз на крутом именно склоне переднее колесо также будет опускаться на поверхность не длиннее тут наверно стоит сделать пояснение если мы поднимаем колесо воздух и вы же при выжатом сцеплении отпускаем тормоз что происходит происходит вращение нашего мотоцикла относительно задней оси он просто падает или скатывается назад и все это происходит очень быстро если же мы не выжимаем сцепление и удерживаем задний тормоз все работает несколько иначе для того чтобы переднему колесу опуститься на поверхность земли при зажатом тормозе колесо как бы должно прокатиться вперед а ведь мы находимся на крутом подъеме вес мотоцикла не дает ему катиться вперед и получается если вы в этом положении удерживаете задний тормоз то мотоцикл сопротивляется качению вперед и остается в этом положении поэтому спуск переднего колеса на поверхность земли на крутом подъеме при удержании заднего тормоза также будет медленнее чем в других ситуациях следующий наш вопрос сидеть или стоять мне кажется что для владельцев триальных мотоциклов этот вопрос в принципе не актуален почему потому что я конечно видел много в видеороликах триалистов когда они сиди сидя вот здесь вот на крыле пытаются ехать на заднем колесе честно говоря у меня ничего хорошего из этого не вышло по причине того что сидя на воздушный фильтр дистанция между подножками и вашей задницей настолько мало что мне например недостаточно свободы для элементарного контроля заднего тормоза я чувствую себя насколько настолько скукоженным и скованным в этом положении что в принципе ничего не контролирую и еду из рук вон плохо поэтому на триальном мотоцикле однозначно позиция должна быть стоя что же касается эндуро мотоциклов тут есть такой сложный момент все дело в том что эндуро мотоцикл значительно более тяжел и если вы пробуете выполнять упражнения стоя что собственно тоже правильно вы будете очень сильно уставать по крайней мере руки ваши предплечье забиваться будут очень сильно вообще я хочу сказать это упражнение на первоначальных стадиях вот когда вы тренируетесь будет забивать вам руки очень сильно впоследствии когда вы начнете по-настоящему стоя на подножках или сидя на сиденье эндуро мотоцикла ехать вот тогда у вас появится возможность отдыхать в процессе и это станет не настолько тяжело конечно же стоять правильно потому что баланс у нас будет поначалу плохой и для компенсации изменения продольного и поперечного баланса нам надо иметь наибольшую свободу перемещения телом для того чтобы просто оставаться на заднем колесе и тут конечно положение 100 однозначно плюс но еще раз повторюсь у меня у самого на тяжелой моей honda crf 450 ну не получается постоянно стоять но я уже в своем состоянии иногда могу осознанно присесть дабы дать своим рукам чуть отдохнуть или вообще стартовать когда я очень уставший из этого положения и встать когда мне это нужно всегда убираю палец переднего тормоза когда делают упражнение вообще когда делаю такие тяжелые упражнения для руки для рук для предплечье прыжки какие-то прыжки кстати в мотокроссе почему потому что у меня тут есть некоторая проблема не хватает у меня одного пальца на руке и хвата элементарно не хватает мне для выдергивания мотоцикла или для езды на заднем колесе для увеличения силы руки как бы улучшение охвата мне приходится убирать палец переднего тормоза не знаю если у вас все пальцы на месте может вам это и не потребоваться и может быть вам будет хватать вашего хвата но я делаю так и конечно же перед стартом маниакально проверяешь носком правой ноги положение педали тормоза я бы даже так сказал кладешь ногу на педаль заднего тормоза не с люфтом с зазором каким-то прямо кладешь и чувствуешь ее сопротивление именно в таком состоянии начинаешь упражнение можно даже сказать что потормаживая начинаешь подъем переднего колеса это исключает фатальные ошибки на старте когда вы теряете педаль заднего тормоза что тоже кстати случаются и случаются падения даже с грехомом джарвисом то есть он ехал ехал соскочила каким-то образом нога с подножки он потерял педали и завалился эти ситуации не исключены последнее что я сегодня хотел сказать очень надеюсь что вы понимаете все то что я сейчас говорю это во первых мой личный опыт а во вторых это мой опыт привязанный к текущему уровню и текущему мастерству со временем с эволюции вы будете пробовать различные техники различные варианты применения тормоза газа сцепление и так далее у вас будут меняться будет что ли меняться мировоззрение и понимание как это все происходит со мной происходило именно так это что я сейчас говорю мое текущее состояние я не отрицаю того факта что где-то я могу ошибаться а где-то мои и понимание тех упражнений о которых я говорю будут эволюционировать со временем и мое мнение может также поменяться я приведу вам два примера опробовал различные способы подъема переднего колеса в воздух поначалу мне казалось что всегда классно поднимать переднее колесо в воздух единым мощным импульсом и импульс этот должен был быть на любой поверхности будь то хороший зацеп грунт асфальт либо это песок и что-то ну плохой зацеп импульс должен быть достаточно мощным чтобы поднять переднее колесо в воздух а вот остановка мотоцикла в точке баланса должна была осуществляться по моей первоначальной идее педалью заднего тормоза и со временем я ушел от этой мысли и стал выполнять перед ним подъем переднего колеса двумя-тремя более слабыми импульсами потому что это наиболее эффективно и работает особенно на поверхностях со слабым грунтом выполняя двойной тройной импульс вы как бы первым своим импульсом приподнимаете конечно переднее колесо но тем самым вы просто понимаете в каком состоянии грунт что у вас вообще под колесами да и первым импульсом рывочек сделали ага маловато добавляете 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 вот вы подошли к этой точке баланса потому что на слабом грунте большой мощный единый импульс часто приводит не просто к пробуксовки переднего заднего колеса а приводит еще и вы к его сносу если поверхность не идеально плоская под ним и поэтому вы стартуете уезжая куда-то в сторону что не есть хорошо ну а потом импульс этот может быть слишком сильный и ловить задним тормозом его вы конечно поймаете при должной сноровке но мощные импульсы и вообще мощные динамичные движения всегда вводят в дисбаланс в систему поэтому несколько маленьких легких и не воде выводящих вас из баланса импульсов лучше чем один второй пример я думал где лучше и пробовал различные способи как лучше ехать на заднем колесе до точки баланса в точке баланса или уже за ней на первоначальном этапе я не мог поднимать переднее колесо воздух в истинную точку баланса не доходил чуть-чуть до нее придет приходилось как я уже упоминал поддерживать скорость мотоцикл разгонялся и все мы так делаем впоследствии когда я стал поднимать мотоцикл в точку баланса точнее лучше и перестал этого бояться выяснилось что зачастую ехать за точкой баланса несколько выгоднее почему потому что на самом деле можно завалиться достаточно глубоко назад и при этом задним тормозом вернуться и из этого положения у вас появляется вот этот вот диапазон угол работы это хорошо видно у джарвиса он именно так и делается все время газ тормоз газ тормоз он чуть вперед заваливается уходит чуть за и так далее и это тоже эволюция по мере роста мастерства это у вас начинает получаться это нормально поэтому меняется ваше понимание как и что вы будете делать